Субтитры делал DimaTorzok Не хотелось разбирать эту ситуацию, потому что она достаточно неприятная, грязная, уже так много сказано-пересказано. Ну, а в целом, что касается того, что произошло, всё-таки оценку, наверное, надо дать. И я начну, пожалуй, с Киркорова. По Киркорову я очень много делала уже материалов. Вот, пожалуйста, год назад астроанализ звёзды возвращаются из рая в ад. Здесь я рассматривала Урганта, Галкина, Пугачёву, Киркорова. Можете посмотреть. То есть набираете, например, Киркоров, Зоя Клемюк и Google, ой, YouTube вам всё выдаст. Далее, 8 месяцев назад, нулевой пациент, была информация, был материал. Здесь есть прогноз и по Киркорову, и по Пугачёвой, и по Галкину, и Светлакову, и даже Иосиф Пригожин, и Меладзе, и Ротару. Чтобы вы понимали, что это уже давным-давно как бы освещено и разжёвано. Далее, тоже 8 месяцев назад, материал 21-го года, я его просто перезалила, как говорится, разместила ещё раз повторно. Киркоров – это обнуление судьбы. То есть то, что я очень часто, скажем так, даю вам на каких-то примерах, но вы всегда всё равно спрашиваете, что такое обнуление. А расскажите. Ну, я думаю, сейчас я выключу уже. Так, расскажите. Надо просто внимательно смотреть, слушать и анализировать всё то, что происходит. Конечно же, жизнь таких людей, как Киркоров, с обнулением, а у него по жизни двойное обнуление. Поэтому, конечно же, она отличается от жизни среднестатистического человека с таким же обнулением. Но, как говорится, у каждого свои игрушки, ну и американские горки, если можно жизнь нашу приравнять к каким-то событиям. Итак, что касается обнулений. Интересно, очень интересно складывается ситуация. 2004 год для Киркорова был знаменателен. Это как раз первое обнуление. Это человек уже известный, уже женат был на Пугачёве в этот период. Это скандал с розовой кофточкой. Помните журналистку, которую он избил. Помните эту ситуацию, да, когда было очень много грязи. Тогда, кстати, осудил Киркорова... Ну, я не буду сейчас уже называть, но, в крайнем случае, Иосиф Кобзон чётко высказался о том, что он думает о Киркорове. Кстати, именно после этого начались достаточно сложные отношения у него с Пугачёвой, потому что это обнуление длилось достаточно долго, где-то до 42 лет. Ну, но это, казалось бы, вроде как бы, да. И опять он попадает в ситуацию, попадает в ситуацию некую такую изоляции, если можно так сказать. Это 2010-2011 год. Помните, он избил сотрудницу. Какое-то было шоу, и, в общем-то, там что-то не понравилось, и он её избил. Из СМИ стало известно, что Малахов, а они... Андрей Малахов крестил его детей, это крёстные, следовательно, друзья-родственники. А друзья должны помогать, должны поддерживать. И из СМИ вроде как бы Малахов предложила, давай мы сделаем такую картинку, сюжет, как делают голливудские звёзды, раскаяние, слёзы. И вы помните, что мы впервые увидели Филю в психиатрической якобы больнице, то есть на лечение. Помните, вот это жалкое такое зрелище, где Филипп такими трясущимися руками, губами, в общем-то, на больничной койке рассказывает, как ему тяжело, как он раскаивается. И, в общем-то, всё то, что дальше последовало. После 42-48 лет и ближе к 48 годам Филипп Киркоров попадает в сектор некой изоляции, в блокировки. И прежде всего эта блокировка происходит на уровне подсознания, то есть куда-то парня понесло. Филипп Киркоров, это, конечно же, какая-то закрытая сфера его жизни. И много или мало его там носило. Но началось СВО, начались санкции, а санкции начались уже давно. Просто СВО в 2022 году это всё усугубило. И Филипп, конечно же, вот эта вот замкнутость, блокировка, в которую он попал по судьбе, но она достаточно жёстко по нему прошлась. Ну и, мои хорошие, сейчас ему где-то, наверное, я... Сейчас, секундочку, я просчитаю, сколько ему на данном этапе лет. Вот не посчитала, потому что, наверное, всё-таки интересно, да? Сейчас, секундочку, буквально, и я вам дам дальше ситуацию. Так, секундочку, мои хорошие. Так, сегодня у нас 2023 год, минус 1967 год, 56 полных лет на данном этапе. Ну, в общем-то, вот эта ситуация с СВО, во-вторых, масса каких-то уничижающих права, достоинства православных, вы помните, да, это и крест был, в общем-то, такое, знаете, некое бешенство началось у Филиппа Киркорова. Но это попытка, скажем, если не вырваться из страны, то куда-то залезть. В своих прогнозах, которые я вам показала в начале этого материала, вы можете посмотреть. Я там очень много рассказываю, почему, например, он не может куда-то уехать. Потому что вот эти сдерживающие факторы, и это не дети, и это не заработки. А сдерживающий фактор здесь скорее отец, который всё-таки ещё живой. Это Бедрос Киркоров. Ну, не уходит старик, вот живёт, да ещё и каких-то женщин ему там, молодых. То есть есть, хотелось сказать, сотрудницы. Наверное, всё-таки это оговорка по Фрейду. Скорее это сотрудницы, чем партнёрши в таком, в том смысле, в котором мы с вами думаем. И вот 57 лет, это 12-24-48, вот к 60 годам Киркоров опять попадает на обнуление. Вы знаете, когда у человека случается двойное обнуление по жизни, это говорит о том, что судьба всё-таки даёт некий шанс для того, чтобы человек прошёл какую-то трансформацию, чтобы он наработал опыт. Неважно, положительный, отрицательный. И, скажем, сделал какие-то выводы. Нашёл свою дорогу. Ну, судя по тому, что... Как, вернее, жил Филя с 2004 года, это и розовая кофточка, это и сотрудницу во время какого-то шоу он избил, это и на крест залез, он и какие-то похабные такие жуткие клипы снял. Ну, а о том, что вообще он творит в последнее время, ну, в общем-то, неприятно на это смотреть. Давайте скажем прямо. Он, конечно, втихаря куда-то улетает, он прилетает. И отношения, скажем, у них поддерживаются и с Пугачёвой, и с Максимом Галкиным, потому что Максим Галкин даже в своих каких-то концертах, он очень так это аккуратно задевает Киркорова. Ну, если бы там был какой-то раздрайв, я представляю, что бы высказал Галкин. Ну, вы понимаете. А так всё-таки одни по ту сторону океана, Филипп Киркоров здесь, ну и вдруг понадобится мостик. Итак, что же, чего ждать? Давайте вернёмся или обратимся к кармическим узлам, которые на декабрь 2023 года находятся в секторе духовности, в секторе религии, философии. То есть, вообще-то, когда приходят кармические узлы, а они всегда задевают несколько секторов жизни, в частности, это переработка информации, это мышление, это понимание того, что происходит, и то, насколько работают какие-то инстинкты. Например, человек говорит, я худею, например, я буду хорошим, я перестану ругаться матом, я не буду водку завтра пить. Потом просыпается, ну и срабатывают инстинкты. Понимаете, что такое инстинкт, да? Инстинкт, чего же хотят кармические узлы, которые будут работать, ну, практически до конца ноября 2024 года. Это время, когда появляются возможности для расширения во всех смыслах. То есть, делай, что хочешь. Хочешь, в космос лети, хочешь, на крест залезь, хочешь, иди, я не знаю, езжай там, выступай перед военными. Я не знаю, там, в Донбассе, в Киеве. То есть, у тебя есть выбор. Но, 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 но здесь надо помнить, что когда приходят кармические узлы, да, они дают возможности, а ты свободен. Веришь ты в Бога, это твоё личное дело. Потом, потом мы всё это разберём. Знаете, как говорят, потом будет суд, будет вот это обнуление, ну, и, в общем-то, мы с этим будем разбираться. Чего хотят эти кармические узлы? Они, в общем-то, вроде как бы немного и хотят, но они хотят, чтобы всё, что дано человеку, а он уже перед обнулением, было приведено в какую-то единую систему. Почему очень многие люди, особенно среди актёров, ну, просто они на виду, на слуху, уходят в веру, то есть, они уходят в монастыри, они занимаются благотворительностью. Некоторые вообще не выходят на экран, потому что они не понимают, что происходит. А происходит, должна произойти трансформация. Надо оглянуться туда, на свою прошлую жизнь. Можно не оглядываться, никто не заставляет. Но вот всё то, что тебе дано, чего ты достиг, это и талант, это и положение, это те возможности, благодаря которым ты можешь управлять миром вокруг себя. Ну, а если взять Филиппа Киркорова, конечно же, ему очень много дано. Это просто немыслимо. Когда человек одевается, как женщина, он там ходит. Я не ханжа, скажем так, но я же не кричу, что я люблю мужчин, понимаете? Здесь как бы немножко... Я не знаю, кому это надо, но это нормально, что есть люди разные, да? И это надо принимать. И это должно быть принято. Но это не должно выставляться наружу. Ну, моё такое сугубо личное мнение. Я не против. Мне очень нравятся соседов. Есть очень много, скажем, людей очень талантливых. Ну, и вот благодаря вот таким вот моментам, к сожалению, в общем-то, они могут пострадать. Ну, соседов уже пострадал. Его уже уволили. Ну, это неудивительно. Не продлили контракт. Ну, был у него такой душераздирающий клип. Я думаю, что многие... Вернее, не клип, а выступление в пижаме и так далее. Может быть, если бы он не транслировал, не рассказывал какие-то свои личные такого плана, постельные моменты, я думаю, что это бы прошло. Но вернёмся к Киркорову. Что касается Киркорова, то здесь всё, конец. К ноябрю месяцу эти кармические узлы, они уходят, и Киркоров должен найти свой эгрегор, свою веру, свою какую-то дорогу, свою стезю. То есть получить, скажем так, получить, он уже получил, но вот всё то, что дано, он должен каким-то образом это осознать и выбрать свой путь. Ну, я думаю, что здесь очень много дано, денег много, очень хорошо над собой поработал, вложил очень много денег. Но если вы заметили, то вот этот, он не той трансформацией он занялся. Ему нужна была трансформация души внутреннего мира, а он начал трансформировать тело. То есть попу поправил, там ещё что-то. Не получилось так, как надо, потому что там есть проблемы, там что-то у него где-то гноится, там идут воспалительные какие-то процессы у него. он постоянно капается, это уже известно. Ну, в общем-то, свою религию, своё учение он должен был какое-то, скажем, выдать на гора, какие-то книги, может быть. И вообще он, это тот период, когда Киркоров так или иначе будет признан кем-то в этой жизни, то есть согласно своей идеологии. Понимаете, о чём я говорю? Идеология у каждого своя, да? Или же учению, например, наладить связи, даже за рубежом можно, с людьми издалека. Я думаю, что вот это всё у него как раз налажено. А вот по поводу идеологии, ну, к сожалению, я говорю, что он занялся не душой, а не внутренним миром, а, скажем так, внешними данными. Ну, и, конечно же, внешне это материальные вещи. Конечно же, это важно, это очень важно. Но, к сожалению, не в данном случае, потому что мы видим, что здесь уж больно возникают критические ситуации, которые его всё время сопровождают. Но в худшем случае что может быть? Может быть изгнание, может быть добровольный уход, могут быть катастрофы. Причём катастрофы могут быть, ну, достаточно ощутимые. Чего ждать Киркорову? Очень интересно, если просматривать с точки зрения не психологии, а астрологии, то Чёрная Луна Лилит приходит к нему где-то именно в 20-х числах и остаётся по август месяц. И прежде всего в секторе энергии, в секторе недвижимости, в секторе энергии, чего хочет Чёрная Луна или куда она толкает Филиппа. Конечно же, хочется много денег. Но вот она пришла в 20-х числах. Конечно же, Филипп Киркоров билет не покупал. Его просто пригласили побыть. Это же, я не знаю, это бриллиант на данном действии, действие, которое произошло. Поэтому здесь, конечно же, именно уже с 22-го числа здесь появляется страх всё потерять. Что же будет происходить? Что будет происходить? Каким образом это всё начнётся происходить? Ну, самое главное, что здесь происходят проблемы в семье, в партнёрстве. И это будет длиться где-то до середины февраля 24-го года. Здесь чётко работает, как я говорю, закон Божий. И это споры, это тяжбы, это ухудшение положения в бизнесе. И, ну, к сожалению или к счастью, тут уж как кому, но чёрная луна Лилит, она сразу выставила Киркорова в свете. То есть она прошлась по личности Киркорова, и он появился в том виде, в каком он появился. Но он был всегда в таком виде. Давайте не будем, скажем, ханжами. Но он на концертах выступал. Он в Минске, в Беларуси был в своих вот этих прозрачных нарядах. И, в общем-то, молча, как говорится, все ходили, платили, и было всё нормально. Но здесь уже кармические узлы, когда они начинают, скажем, подходят к некой развязке, то, в общем-то, здесь включаются все-все планеты, если брать астрологию, которые, скажем так, приносят своё. Они показывают, чёрная луна лилит, это она показывает какие-то низменные моменты, да, потом внушает страх за всё то, что ты таким образом, я тебе принесла, а теперь ты бойся. Чёрная луна лилит, это фиктивная планета. Она, конечно, как бы фиктивная, но она приносит очень-очень много проблем. И, казалось бы, здесь всё просто. Чётко понимаешь, прав человек, не прав человек. Например, обворовали человека или не обворовали. Но очень часто тот, кто судит или тот, кто обворовал, скажем так, лилит принесла, а потом шусь и ушла дальше. То есть она позволяет, даёт возможность, развивайся, развивайся, пожалуйста, я же не против. Но она как бы потом заходит, вроде как бы она всё делает правильно. Она зашла в сектор личности Киркорова, подняла его вот на этом шабаше, если можно, на этой вечеринке, а потом шусь и в сектор денег, в сектор имущества, в сектор энергии, в сектор заработков. Почему? Потому что тут уже Киркоров действительно начинает понимать, что существует некая опасность для дальнейшего существования. И вроде как бы он не платил за билет, но он попался в это всё. Ну, а с августа месяца чёрная луна лилит, где-то, да, в августе, во второй половине августа она перейдёт в сектор анализа, в сектор поезда, в сектор переработки информации, в сектор, то есть всё то, что мы, скажем так, за счёт чего мы делаем какие-то поступки. И здесь, в общем-то, я думаю, что будет достаточно сложно, потому что здесь он может быть и болтливым, и суетливым, и назойливым, и будет очень много каких-то поездок, сплетней, грязные разборки будут в августе. Да, друзья мои, к августу месяцу это всё начнёт вылазить с этой точки зрения, потому что кармические узлы уже в середине ноября уходят. А теперь чёрная луна заходит к кармическому узлу, и это всё будет вываливаться на гора. Будет интересно. Закупайте попкорн, поверьте. Будет очень интересно. Далее, чего ожидать, чтобы было вам проще? В крайнем случае, после 22 декабря, сегодня 24 декабря, и по, ну, в крайнем случае, до середины января 24 года Киркоров находится на плацу, то есть он как на ладони. Лолита куда-то уехала. Я думаю, что он тоже попытается куда-то схорониться, куда-то спрятаться. Есть у него вечеринки, что-то где-то оплачено. Он будет там, конечно же, дефилировать, да, будут ли там сумочки и всё остальное. Вопрос другой. Это будет зависеть от тех корпоративов, на которые его позвали. Но вроде как бы со второй половины января как бы оно немножечко притихнет, он меньше будет появляться, хотя вопрос спорный. Всё-таки есть чёрная луна Лилит, и здесь, конечно же, будет сложно, скажем, утаить какое-то шило в мешке, потому что будут сдавать Киркорова, будут сдавать свои, будут сдавать те люди, среди которых он будет появляться. Здесь однозначно уже работает машина, отсутствие неких покровителей. И вот эти покровители, которые всячески поддерживали Киркорова, которые где-то вытаскивали, давали возможность пожить, как-то поработать, но они, в общем-то, прекратят уже свою поддержку. В феврале месяце, я думаю, стоит нам ждать некого, скажем, бума. Вероятность того, что это будет критический некий период, февраль месяц, 24-го года, это однозначно. То есть все какие-то проекты, все какие-то дружеские моменты, все, что я назвала, ну, здесь надо ждать, скажем, какого-то раскола и отсутствия поддержки. Но самое главное, что здесь больше всего включится машина, как вам сказать, правосудия, если можно так сказать, власти, конечно же, где-то с конца февраля, хотя об этом будут говорить. И что же случится с Киркоровым? Киркоров просто может оставить Россию и уехать. Ну, здесь, если в 2010-2011, вот эти годы, когда он избил сотрудницу во время шоу какого-то, помните, и он был в психбольнице, там что-то такого рода, ну, я думаю, что мы еще увидим не такое, потому что здесь дружеские отношения, семейная жизнь, друзья материальные, все терпит убытки, полностью все терпит убытки. И, в общем-то, здесь маловероятно, что что-то будет хорошее. Но во второй половине марта, где-то, я так думаю, должен быть, скорее всего, суд между Киркоровым и Любовью Успенской. Что же здесь может быть? Здесь, если говорить с точки зрения астрологии, то Сатурн, а Сатурн – это планета-покровитель знаков воздуха, это духовность, то здесь Сатурн, он, как всегда, когда приходит, он всегда ограничивает, он показывает некие, скажем, стороны, то есть он не дает возможности продвижения, это однозначно. И здесь, в общем-то, Киркоров почувствует некое вытеснение. Добровинский, я думаю, его не спасёт, потому что здесь не важно, добрая планета, злая планета, но здесь складывается ситуация таким образом, что пора, пора бы, наверное, ну, может быть, даже в психбольницу, потому что это будет очень-очень серьёзный срыв. и финансовые проблемы со второй половины апреля, ну, это рассеянность, это симптомы редких труднодиагностируемых заболеваний, психические заболевания. Друзья мои, ну, не очень-то хорошее время ждёт Киркорова, поверьте. И здесь, я думаю, что мы его увидим опять где-нибудь в какой-нибудь клинике. И вариант, или же предположить, что, во-первых, Киркоров выпивает, но здесь, я думаю, одним алкоголем не обойдётся, потому что это фантазии, это попадание в какие-то странные ситуации, это потеря ориентиров, то есть человек идёт, не понимая куда. И это не самый благоприятный период вообще для выхода куда-то в свет. Ну, а когда появляется, например, Сатурн, становится в оппозицию к Плутону, то есть когда жизнь становится в оппозицию к Плутону, и замыкается это всё в квадратуре, ну, здесь однозначно Киркоров на себе будет и испытает навязывание каких-то... Надо вести себя вот так. Это как ребёнка, которого привели в садик, посадили на скамеечку и говорят, вот шкафчик, там есть яблочко или слоник, это твой шкафчик, дальше лезть нельзя. Ну, то, что есть, то есть. Поэтому период борьбы интересов, и здесь и власть, и сфера влияния, и будет очень-очень много не очень-то хороших, скажем так, ситуаций в жизни Киркорова. Вот то, что было, то и есть. Я в своих материалах ранее говорила, что Киркоров давно бы уехал, но держит здесь бедро, Киркоров никак не умрёт, да? Он ждёт его, скажем так, смерти по большому счёту. Ну, и в целом здесь будет всё-таки, я думаю, с апреля, где-то с апреля, давайте по осень, всё-таки, наверное, он столкнётся со смертью, скорее всего, что это будет бедро с Киркоров, и, в общем-то, сложный будет период. Жалеть, не жалеть, а зачем? А зачем? Каждый человек выбирает свой путь, свою дорогу. Ну, и как он на этой дороге, куда он сбрасывает мусор, как он, скажем так, чистит эту дорогу, или кто за ним идёт. Но здесь достаточно будут серьёзные психические нарушения, и здесь проблемы будут и с бизнесом, и по всем-по всем направлениям у Киркорова будет некий такой дисбаланс. На что ещё хочется обратить внимание? На то, что март месяц – это выборы, но перед выборами уже будут ходить разговоры, что вот-вот-вот-вот-вот, там этого, это завели, это завели, где-то его, конечно же, будут прижимать Киркорова. Ну, вы понимаете, да, о чём я говорю. С точки зрения закона, это будет где-то до конца практически февраля, по партнёрству больше. А вот машина закона включится именно тоже с конца февраля и будет тянуться достаточно долго. Во-первых, это попытка, не то что попытка, а человек почувствует, что ты никакой не король, и ты такой же смертный. Ну, я думаю, что здесь ломка будет очень сильная, потому что это сшедность материальных усилий, это понимание того, что ты смертен. И это тот период к концу февраля, когда Киркоров поймёт, что все кабинеты закрываются, захлопываются, и не потому, что его кто-то не хочет поддержать, потому что слишком сильные связи, ну, вы понимаете, да, уже есть, они налажены. Ну, не зря ведь Киркоров творит то, что творит. Кто-то ж его поддерживает, кто-то ж этот крест ему выносит на сцену, если можно так сказать. Поэтому здесь, как говорится, Киркора уже будет не на кресте, а крест на нём будет. И этот крест придётся нести. Это страх смерти, смерть близкого человека, публичное неодобрение. И я не знаю, какие-то могут быть ещё и, я бы сказала, роды. Может быть, у него есть где-то что-то, он ещё надумает каких-то, как вам сказать, наследников рожать. Но что-то где-то могут ходить какие-то разговоры, да. Поэтому всё будет... Знаете, чему подвержено? И на этом я закончу. Киркорова начнут проверять на уплату налогов. То есть, в общем-то, будет достаточно сложный период, потому что выяснится, что Киркоров не все заплатил налоги. И, как говорят, он будет подвергнут очень тяжёлому налогообложению. Или же он может просто потерять дорогих людей. Могут возникнуть проблемы из-за каких-то объединённых капиталов или деловых сделок. То есть, так или иначе, но здесь начнут проверяться уже все вот эти вот сделки, а правильно ли заработанные деньги. Поверьте, всё выплывает и всё выйдет наружу. Поэтому здесь велика вероятность как ухода, скорее всего, это Бедроса Киркорова, потому что, ну, кто может уйти, да? Но здесь ещё и... Здесь два, как говорят, два пути. Или же уходит кто-то из близких, или же сам Киркоров может, в общем-то, скажем, не справиться с этой ситуацией. Поэтому, скажем так, фраза «Киркоров на кресте» или «Крест на Киркорове», ну, я думаю, что она весьма, скажем, актуальна. Что же будет происходить? Кармические узлы заканчивают свою работу в ноябре месяце, да, я сказала, и они переходят в сектор кармы, если астрологи понимают, это недвижимость, это налоги, это смерть, это болезни, это крушение планов, это энергия и сектор недвижимости, конечно же. Это очень непростой период, это тот период, когда судьба несёт награды небесные, ну, а в земном плане она может их и отнимать. Поэтому лучше, конечно же, не стремиться к заработкам, ничего не делать, скажем, не жить по низкой программе, хотя мы по низкой программе часто тоже живём, это наша иногда реакция на какие-то поступки, даже когда нас задевают, как мы на это реагируем, что мы делаем. Поэтому здесь... Живёт Киркоров по своей программе? Да, вряд ли. Поэтому здесь, если только использовать программу в таком материальном плане, да, ну, в общем-то, я думаю, что здесь прежде всего будет, произойдёт потеря имущества. Можно сказать, что это может быть даже какое-то ограбление, если хотите. И, в общем-то, это может привести к бедности. Но, 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 этот кармический узел в секторе кармы и недвижимости, энергии и заработков, он включится где-то только в ноябре месяце. Ну, а сбежать может Киркоров где-то, наверное, с весны. Может быть, даже с апреля месяца. Ну, посмотрим, сбежит он, не сбежит. Но там будет какой-то небольшой такой период, когда, скажем, понимая, что нельзя, но он куда-то уедет. Я думаю, что всё-таки ему, он будет поставлен в некие рамки, чтобы он не уехал, если... Ну, понимаете, о чём я говорю. Ну, это предстоит нелёгкий период, это крах карьеры, это период, когда нет энергии, он не может воздействовать на тех людей, с которыми он ранее договаривался, и конфликты с окружением, с руководством, столкновения с официальными органами, структурами, юридические препятствия. И, в общем-то, вообще-то не исключена возможность угроз, вымогательства, рэкета, насилия. Ну, там есть что взять, скажем так. Поэтому, кто уж тут будет его рэкетировать, насиловать, я не знаю, но надо быть готовым. Вот такой нелёгкий период, скажем так, ждёт Киркорова. Очень интересно смотреть на всё то, что происходит, но в целом здесь ещё и запускается климактерическая перестройка организма. Она есть у всех, у женщин, у мужчин, но у Киркорова это всё совпадает именно с периодом обнуления. Поэтому здесь, как бы, знаете, некое бешенство, раньше говорили, бешенство матки у женщин, простите за такое выражение, но здесь, в общем-то, достаточно сложный период, очень сложный период. Я посмотрела, что вот это бешенство, как я его называю, оно присутствует очень у многих известных людей. Ну вот, выходит он из изоляции, и попадёт ли он опять в изоляцию, и поднимет ли его судьба на какой-то другой уровень, я не могу сказать. позволят ли ему закольцевать вот этот путь, который он прожил, а обнуление, он может вообще уйти в самый такой вот пик обнуления, потому что сейчас оно уже запустилось, как бы. И вот эти попытки, вернее, когда он залез на крест, там ещё где-то какие-то, понимаете, человек чувствует, что что-то не то, и он начинает искать выходы, он начинает это реализовывать в творчестве, но так как человек сидит на именно низких программах и состоит во многих обществах достаточно, я ещё раз повторюсь, я никогда никого не оскорбляю, это делаете очень хорошо вы, поэтому я прекрасно понимаю, что есть судьба, есть всегда выбор, но иногда человек слеп, и моя задача, моя задача как психолога, как аналитика, как нумеролога, астролога до вас это донести, чтобы вы понимали, и это не копание в грязном белье, а это некая удочка, это некая информация, которая так или иначе происходит у каждого из вас в грязном белье,